Рамадан, месяц поклонений и труда. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «У те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь». Сора корова, аят 183. «Я свидетельствую, что не божество, кроме единого Аллаха, у которого нется товарища, и свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник, который в благородном хадисе сказал тому, кто во время Рамадана будет поститься с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи. Так благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто посидовал за ними искренне вплоть до судного дня». А затем, одна из форм милости, которую Аллах дарует своим рабам, состоит в том, что Он дает им благословенные времена, когда особые моменты следуют друг за другом, Божье вознаграждение удваивается и награда увеличивается. Пророк Мухаммад, мир ему благословен Аллаху, сказал, «Поистине, в течение года есть такие моменты, которые являются особыми для вашего Господа. Так что будьте готовы к ним. Возможно, вы сможете попасть под один из этих особых моментов, после чего вы никогда не будете несчастными». Рамадан считается одним из этих особых моментов. Это величайший сезон поклонений и самый благословенный месяц. Его дни есть наилучшие и наивыгоднейшие, а его ночи есть ярчащие и наичистейшие. Пророк, мир ему благословен Аллах, слишком радовался приходу Рамадана и обрадовал своих сподвижников, да будет довольен ими всеми Аллах таким Божьим даром. Передается от Абу Хурайри, да будет довольен им Аллах, что посланник Аллахам и ему благословение сказал, «Пришел к вам Рамадан, благословенный месяц. Всевышний Аллах приписал вам в течение него соблюдать пост. В этот месяц отворяются врата небес, запираются врата ада, а на митежных шайтанов надевай канбалы». В этот месяц у Аллаха есть одна ночь, которая лучше, чем тысяча месяцев. И тот, кто лишился блага той ночи, тот действительно потерял многое. Сподвижники пророка всегда просили Аллаха дать им остаться в живых и помочь им делать больше добрых дел. Ибн Раджа, да помилюйте его, Аллах сказал, «Наши праведные предшественники, да смествуются над ними Аллах, имели обыкновение обращаться к Аллаху с мольбами в течение шести месяцев, о том, чтобы застать месяц с Рамадан. Затем обращался к Аллаху с мольбами в течение шести месяцев, о том, чтобы он принял его от них. Кроме того, Яхве Абн Абикасир, да помилюйте его, Аллах сказал, «О, Аллах, позволь мне и дожит в добром здравии до Рамадана, дай мне получит и восползоваться его благами, и прими его от меня». А также со слов Джабер Абн Абдуллаха, да будет доволен ими обоими Аллах, сообщается, «Однажды пророк, мир ему, благословение Аллаха, встал на первую ступень мембара и произнес Амин. Когда поднялся на вторую ступень, то произнес Амин. Когда поднялся на третью, то произнес Амин. Когда он, закончив проповедь, спустился вниз, мы сказали ему, «О, Посланник Аллаха, ты трижды произнес слово Амин». Он ответил, «Ко мне явился Джабер Абн Абдуллах, и когда я поднялся на первую ступень, он сказал, горе тому, кто встретил Рамадан, и все равно не были прощены его грехи». Тогда я сказал Амин. Готовясь за несколько дней принять этого почетного гостя, мы должны в этом благословенном месяце следовать примеру посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его верных сподвижников, а также руководствоваться их поклонениями и деяниями. Мусульманин должен призвать и восстановить свое намерение, так как именно благодаря нему Раби будут варьироваться у Аллаха Всевышнего. Ведь намерение – это секрет принятия деяния. В достоверном хадисе пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, говорится, поистине дела только по намерениям, и поистине каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести, и поэтому человек, совершавший переселение к Аллаху и посланнику его, переселится к Аллаху и посланнику его. Переселявшийся же ради чего-нибудь мерзкого или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся. Кроме того, сообщается, что Абу Харай, да будет доволен им Аллах, сказал, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Аллах Великий и Могущий, сказал, всякое дело сына Адама совершается им для себя, кроме поста, ибо поистине он для меня, и я воздам за него. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал, пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного, и не шумит. Если же кто-нибудь станет бронить его, или попытается завязать с ним ссору, пусть скажет такому, поистине я человек, соблудающий пост, поистине я человек, соблудающий пост. Клинусь тем, чьей дла не душа Мухаммада. Запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса. А постящийся испытает две радости. Он порадуется, когда станет разговляться, а когда встретится он со своим Господом, порадуется он тому, что постился. В месяц с Рамадан мусульманин должен также умножать поклонения и совершать больше благих и добрых дел, и соблюдать то, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, рекомендовал и делал, как, например, ускорение временной разговения и отягивание предрассветной пищи, то есть цухур. Пророк Миримов Благословений Аллаха сказал, «Моя община не лишится блага, пока ее члены будут ускорять разговения и задерживать предрассветную пищу». Он Миримов Благословений Аллаха еще сказал, «Соблюдайте сухур, поистине в сухуре есть благодат, то есть принимайте пищу перед рассветом, потому что предрассветная трапеза благодатна». Кроме того, нельзя расточительствовать в еде и питье. Всевышний Аллах говорит, «Ешьте и пейте, но на расточительствуйте, ибо он не любит расточительных». Сура преграды, аят 31. В достоверном хадисе пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, говорится, «Никогда не наполнял человека сосудохучего, чем его собственное чрево. Достаточно сыну Адама нескольких кусочков пищи, благодаря которым он и сможет выпрямить свою спину. А если уж неизбежно для него есть больше, пусть и треть его желудка будет для еды, треть для питья, а еще треть для легкости дыхания». Как же прекрасно, когда состоятельные люди чувствуют нужды бедных в этом священном месяце. Ведь Рамадан – это месяц щедрости, благотворительности и милости. Это месяц, в котором воплощаются все смыслы нежности, мягкости, милосердия и сострадания к сиротам, вдовам, нищим и беднякам. Во всех сферах солидарности, во всех формах солидарности. Таким образом, удается сделать их счастливыми и веселыми, подобно тому, как делал посланник Аллаха, мир ему благословение, при своей жизни, особенно в месяц Рамадан. Сообщается, что Ибн Аббаз да будет доволен ими, и обоими, Аллах сказал, посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, были щедрейшими из людей, а наибольшую щедрость проявлял он в Рамадане, когда с ним встречался Джибриль. Во время Рамадана Джибриль встречался с ним каждую ночь, изучая вместе с ним Коран. И поистине, когда посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует встречаться с Джибрилом, он был более щедрым на все благое, чем вольный ветер. Важно отметить, что такая щедрость не ограничивается денежными расходами. Она распространяется и на благочестие, поддержание родственных связей, взаимопомощь, сострадание и сочувствие, и соблюдение прав и обязанностей. В течение месяца Рамадан произошло завоевание Мекки, что стало великой победой, благодаря которой Аллах слава Ему возвеличил своего посланника, мир ему благословение Аллаха и верующих, да и унизил многобожие и многобожников. А в наше время была достигнута победа 10-го Рамадана, что соответствует 6-го октября, благодаря чему Аллах помог Египту восстановить свои территории, свое достоинство. Лозунгом египетских воинов было «Аллах величайший». При этом они соблюдали пост, совершали начинные молитвы, читали Коран и обращались к Аллаху с искренними молбами. Вот почему сокрушительная победа осуществилась, и агрессоры были изгнаны. Все это было в защиту религии и родины, страны и чести. Это было практическим уроком для любого, кто может испытывать соблазн, напасть на Египет. Сколько же нам нужно возродить дух Рамадана во всех сферах нашей жизни, чтобы добиться победы, укрепить столпы истины и справедливости, бороться за Родину, чести и достойность, а также, чтобы наша нация восстановила свое место и престиж среди других общин и народов. Предполагается, что это будет реализоваться только путем сплоченности и объединенности под одним словом и одной целью, прилагая больше усилий, усердно работая, делая больше добра для всех людей. О, Аллах, Господь миров, благослови для нас месяц Шабан, дай нам дожить до Рамадана и прими его от нас.